What's up guys! Всем привет! Я продолжаю тему антигайдов и на этот раз расскажу как драться и чего опасаться в игре против Sub-Zero. У Sub-Zero две играбельных вариации, Криомансер и Грандмастер. Одна рассчитана на атаку, другая на защиту. В варианте Криомансера у Sub-Zero есть оверхедный молот, довольно медленный, но со счета его списывать нельзя. X-версия гораздо быстрее и вводит на комбу. Если с Криомансером все более-менее ясно, то от Грандмастера многих просто бомбит. Что ж, как же бороться с Ледяным Клоном и самим Sub-Zero? Начнем с того, что нужно делать всегда, когда разбираешь определенный матчап. Идем в тренировку. Там мы смотрим, какие мувы имеют ансейв и учимся их наказывать. Панишем слайд. Самый большой ансейв. Минус 22. Заморозка на блоке минус 18. А на вифе еще больше. Оверхед минус 13, но наказать можно только, если он был выполнен вблизи. Если противник делает его издалека, у вас наказать его не выйдет. Серия 242 имеет минус 15. Комбо из двух лоу ударов минус 8. Но обычно она отменяется в экс-заморозку или клона, поэтому она не наказывается. Из трех ударов лоу там большой ансейв и можно наказать. Но это тоже редко используется в комбате. Это основные минусы. Поговорим теперь о самой игре. На мидскрине и в углу. На мидскрине сап может стоять за клоном и стрелять заморозкой. Бросать клона, ставить и опять стрелять до бесконечности. Копиометр и тянуть время. Ведь если он получил лайфлид, то ему подходить к вам вообще не обязательно. Достаточно тянуть время и дождаться окончания раунда. Размен прожектайлами почти всегда не в вашу пользу. Если только это не Транс Кванчи, Шар Души Ермака или Лужа Деворы. Там примерно равная ситуация. В игре на мидскрине нужно быть внимательным. Если враг увлекся стрельбой заморозкой, можно ее перепрыгнуть, если нет клона впереди. И дать фулл паниш, пока рекаверится противник. Запомните, ни в каких больше случаях не прыгайте издалека на Грандмастера. Иначе он поставит клон и затолкает вас в угол. Где Куайлян, царь и бог. На мидскрине комфортно себя чувствовать должны такие персонажи, как Кенши, Джеки с автоматом, Хищник с пушкой Хишкутен, Шинак Боншепер, Кибернетик Кану, Дублер Джонни Кейдж, так как у него есть клоун, чтобы разбить клоуна. Извините, эту автологию. Стрелок Эрон, Лю Канг, Кванчи. Ермак и Девора, и Горо примерно в равной ситуации с Сабом. В игре против Саба некоторым, возможно, стоит поменять вариацию своего любимчика на более подходящую. Например, Джаксу подойдет Heavy Weapons с автоматом, для того, чтобы разбивать клона, удобнее было. Кэсси больше подойдет спецопс с ракетами, потому что из угла там вообще черт не чем еще выбираться. Джеки подойдет автомат, Хищнику Пушкунтен, Шинаку Боншепер, Кену Кибернетику, Джонни Кейджу Дублер, Эрону Стрелок Ковбой, ну, также персонажи с телепортами, поможет им выйти из угла, поможет им проще обойти клон просто. Но если у вас в арсенале нет этих бойцов, когда вы по разные стороны экрана, и Гранд Бастит спамит по вам, нужно под заморозкой приседать, а от летящего клона отпрыгивать, тогда он вас не заденет. Если нажать блок, вы дадите врагу больше шкалы суперметра. Если вас бросают клон вблизи, то под ним можно присесть и запанишить врага. Теперь к самому интересному. Игра в углу. В углу сап отправляет вас в нокдаун и ставит клона. Чтобы выбраться, вам придется постараться. Армор Гранд Мастер разбивает, даже Панч Валк Гору, имеющий двухударный армор, можно перебить. Хоть и сложно, но можно. Перепрыгнуть клона можно только, если вы дотронетесь до саба раньше клона. Иначе заморозка и опять нокдаун. Сразу вставать после нокдауна можно, но только держа блок, так как мгновенно последуют миксапы, и вы рискуете опять оказаться в нокдауне. Советую немножко дилеить вейкап, отлежавшись. Далее у саба есть несколько вариантов действий. Первое. Клон стоит вблизи вас, и он делает оверхед. Если вы заблочили, то можете наказать его быстрым арморным реверсалом, либо перепрыгнуть клона, нанеся удар в прыжке сабу. Но не каждый сможет. У Кэсси проходит джамп инг кик 4, у Эрена джамп инг панч 2. Он попадает по сабзиро и клон исчезает. Каждый может посмотреть в тренировке, какой удар заходит у вашего мейна. Далее можно разбить проджектайлом клон, либо дождаться его исчезновения. Сразу разбить следующий, либо не дать поставить его вообще. Клон стоит 4 секунды. Через 4 секунды он исчезает, и 2 секунды саб не может его снова поставить. Пользуйтесь этим окном. Второе. Клон вблизи и лоу серия, которую противник может отменить заморозку, которая вплотную наказывается, либо может взорвать клон, после чего у вас 2 секунды и инициатива. Про подкат в блок я вообще молчу. Третье. Есть еще серия 1-2-4, где второй удар лоу, и противник делает в основном 1-2, и что-то там опять разбивает клона, либо ставит. Эта серия саб может вас подловить, если вы ждали, например, оверхеда. Действуем при удачном блоке аналогичной ранее рассмотренной ситуации. Четвертое. У врага есть бросок. Бросать, скорее всего, будут вас на клона, поэтому, чтобы порвать бросок, нужно жать единичку, либо троечку. Можно жать D3, D4, с возможностью, что Пока просто проскочит, и инициатива будет у вас. Если клон стоит не вплотную, то, скорее всего, сапы сделают серию и разобьет его вам в лицо. Из угла проще выбираться персонажам с телепортами, а также еще некоторым из-за их особенностей хитбокса. Например, Горо с двухарморной прогулкой, Девори из-за ее клешней, которые проходят сквозь клона. D3, D4, D1, Аверхед тоже длинный у него такой рейнджовый. D4 хищника пробивает клона. У Кэсси есть экзовые пистолеты и серия B2-1-2, палкой, когда она машет. Но это только если она попадет по сабу. Но все персы, у которых есть два подряд проджектайла, помогут вам тоже. Если вы смогли встать на ноги в углу и ждете атаки противника, NGP вам в помощь. По вифающему сабу и вперед комба. Вот, собственно, и все. В следующем видео несколько моих боев против Саб-Зира, где вы наглядно сможете посмотреть на мои ошибки и удачи. И если вам непонятна моя терминология, типа NGP, Punish, VIV, Recovery и так далее, то в планах видео, посвященное терминологии файтинга. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всем пока, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok